Друзья, делаю обзорчик на магнитофон из Китая Android 7.1 Я уже установочку вам снимал Показываю Включается быстро Запитывается он От замка зажигания мы включаем Но один провод запитывается и удерживает Память устройства То есть я думаю, что он не должен сажать аккумулятор Как обычным китайским магнитофоном Это жестоко делает Значит, что здесь удобно Здесь кнопочка возвращаемся домой Навигация На навигацию можно запрограммировать Как и на VTL, Яндекс Любой ярлык, который можно запустить Навигационную систему Здесь вот стоит флешечка Закину карты на VTL Яндекса, чтобы Случайно не стереть В этом месте у меня стоят все мои карты Я знаю, что сюда лазить не нужно Здесь тоже есть простая SD-флешечка Быстрее всего Эта флешечка будет использоваться Если вы установите Видеорегистратор И подключите к нему Он это тоже умеет делать Чтобы ввести запись в видеорегистратор Скрытную камеру поставить где-нибудь Чтобы она не мешала обзору Все это завести Также здесь еще есть Вот у меня показывает Подключена флешка Две флешки в бардачке Вывел двойной провод И одна флешка Еще есть в задней части магнитофона Она не запитана Но я ее может быть в будущем запитаю Выведу куда-нибудь Воза передних кнопок В принципе с флешками Вариантов много CD-диск Я не смотрю Звонить по телефончику Если соединяемся Я как бы тоже пока этим Все проверял Все работает Здесь также есть настройка Яркости Как вам удобно Днем, вечером Настройки сразу удобно Под рукой Всякие выскакивают Кнопочку домой возвращаемся Автомобильный режим Переключаемся на Приложение которое я поставил Двоки все подгрузил Подгрузил я Яндекс диск Подгрузил я Игра в карты Косынка Навигатор Поставил Яндекс Что-то здесь уже было Погода Яндекс Браузер Алиэкспресс Авито Google Chrome Что еще я подгрузил Плеймаркет стоял Навител поставил Касперский поставил Поставил вот эти карточки ОСМ Неплохие карты Рекомендую поставить Там есть режим Можно выбрать автомобиля Режим путешественника Очень хорошая карта Если вы путешествуете Где-то бросаете автомобиль И ходите пешими походиками Очень интересно в ней найти Там практически тропы Все помечены пунктирами То есть приехали к точке Остановились Включили карту Загружается И вы Вполне себе Видите Куда можно сходить Если здесь вообще Какие-то проходы Все эти тропы Уже похожи На карту Это Загружается Много в нее Всякой Информации Вложено Разные туристы Прокладывают Свои треки То есть В принципе Карта неплохая Здесь тоже До 10 бесплатных Карт грузится Ну к примеру Что мы любим Мы любим Ну скажем Район горячего ключа Так вот Мы это увеличиваем Ну вот скажем Мы сейчас постараемся Найти Вот насколько я помню Там где-то должна быть У нас скала зеркала Да Сейчас вот мы Попытаемся найти Вот смотрите Видите Вот появились Такие пунктиры То есть Вот эти пунктиры Они И Выполняют Эту функцию Что по ним Это тропы По ним Можно Ходить То есть Вы увеличиваете И смотрите Видите И нарисованная машинка Значит там можно Брод проехать Если у вас Ну Нива Или подготовленный Внедорожник На Позатерке На маленькой машинке Я бы это не советовал Делать То есть Очень удобно Советую такую же карту Загрузить Обязательно В ваш Телефон Потому что Это очень удобно Вот она у нас Скала зеркала Вот Сейчас это Самое популярное В горячем ключе Вот мы видим Например Как идем вдоль ручья Мальцева Подходим Как можно вернуться Куда можно еще сходить То есть Очень удобно В плане того Что не только Для навигации Для автомобиля Использовать А для других целей Долина очарования Смотрим Вот мы Как нам Пройти к богатырским пещерам Вот тропа Через гору лысую Все обозначено Куда идти Можно визуально Посмотреть То есть Очень Очень удобно Вот у нас Пещеры Богатырские То есть Все удобно Все видно То есть Карта классная Советую Ну В принципе Зайдете Посмотрите Здесь можно Выбирать Режим Боже мой Забыл Забыл Настройка Карты Здесь есть Можно Выбрать Режим Автомобильный Режим Пеший Режим То есть Ну я поставил Общий режим То есть Я Поскольку Постольку пользуюсь Чтобы посмотреть Иногда Какую-то местность Где Что расположено Как бы Какие-то места То есть На разных картах Есть разные Отметочки Где-то Что-то отмечено На какой-то Карте Не отмечено Поэтому Будет Вот видите Какой-то Водопадик Уже Вы например Где-то Недалеко Остановились Глянули Есть родничок Хоп Можно сходить То есть На Обычной Карте Может Вы этого И не увидите Там Можно увидеть Все Советую Ставьте У меня Даже В навигаторе Стоит Такая Карта Хорошее Приложение Яндекс Ютуб Ну вот По обмену Файлами Загрузил Программку Магнитофончик Удобный Опять Переходим В стандартные Кнопочки Режим Автомобиля То есть Все основные Кнопочки Мы сюда Вывели Там Ютуб Навител Радио Музыка Навигатор Яндекс Навител Вывели на эту кнопочку Настроечки Все удобно Магнитофончик Классный Подключено Вайфай Самсунг Кстати В этой модельке Передача данных Я заходил Смотрел В этой модельке К сожалению Нету куда Поставить Симку Видимо В более дорогих Модельках Можно сразу Непосредственно Чтобы не делать Точку доступа На телефоне Не с этим Не заморачиваться Ставите в него Сим-карту И пользуйтесь Вот Например Мобильные сети Я заходил Видите Оно у меня Неактивно Сети 3G Точка По оператору К сожалению Не поддерживают У меня Симку Ну и Она может и не нужна Это Очень редко Пользуйтесь Хотя Конечно Кому-то и удобно Симка Интернет Раздача Все в машине Только Варен Тогда ищите Другие модельки Спрашивайте У продавца Здесь В общем Что еще Можно показать По настроечкам Здесь Экранчик Настраивается Здесь Можно выбрать Ночной дисплей Яркость Подсветку Самих кнопочек Я сделал Такую же Как подсветка У меня На Всех приборах Можно поменять На зеленый На розовый На фиолетовый На любой цвет Там Эквалайзер Цветовой Можно изменить Практически Сейчас Если я быстренько Найду Яркость Нет Где-то здесь Есть Я натыкался То есть Элемент Вот кстати Смотрите Вот у меня Подсветочка Сейчас Если вы его Увидите Подсветочка Не знаю Видно Не видно Загорелась Красненькая Можно красненькую Убрать Поставить Зелененькую Подсветочку Видите Вот загорелась Зелененькая Подсветочка Не понравилось Сделали себе Синенькую Добавили Какого-то Цвета Зеленого Сделали Фиолетового Можно так сделать Она будет Нажимаете Вот сюда Будете ехать У вас будет Меняться Подсветка Экрана Вот она Сейчас Меняется Зелененькая Осталась Переходит Синенькую Фиолетовая Красная Желтая Зеленая То есть Вот такой Вариант Я поставил Стандартный Красненький И чуть-чуть Притушил Чтобы не так Ярко светился Тоже интересно Удобно По настройкам Что еще У нас Что-то я Немножечко По-моему Яркость экрана Я аж Притемнил Для себя А это Ночной режим Это Ночной режим Ага Это у нас Когда Вы можете Ночью Отрегулировать Яркость экрана Так как вам Нужно Это я немножко Днем Сильно сделал Тускло Мейтафончик Неплохой Все работает Все управляется Смотрите Например Заходим Музыку Кнопочки На рулю У меня Кнопки стоят То есть Выводим Убавляем Тише Громче На кнопочку Боковую Ставлю приглашение Звука Где-то Телефон Поднять Поговорить Чтобы даже Не клацать Руками Не тянуться Снова Нажали Боковую кнопочку На руле И вот Все работает В целом Защитная пленка Пленочка стоит Я еще не сдирал Для сохранения Пока Чуть-чуть Здесь у нас Микрофончик Значит Что я вам Расскажу Расскажу Про микрофончик Голосовым поиском Все работает Но при Звонке Немножечко Все-таки Он штатный И Когда работает Печка В машине Выписать Всегда На любых Даже Камерах Любых Устройствах Всегда Штатный Микрофон Он Как бы Не очень Как бы Качественный Может быть Вот так вот Тихо сидеть В машине Никого нет Разговаривать Будет неплохо А в момент В момент Движения Шума Машины Все-таки Надо Внешний Микрофончик Я рекомендую Я выписал Еще Кинул вам ссылочку Я тут тоже Выписал Еще не получил Поставлю Буду его тестировать Ну В принципе Как проверить Что из этого Получится Что вообще По микрофончику Рассказать Все В принципе Просто Смотрел я Версию Андроида 6.0 Обзорчик Что-то в нем Там и логотипы Можно менять Что-то он такой Прям как-то Нафаршированный Скорее всего Вот Андроид 7.1 Он да Немножечко Там по характеристикам Он Немножечко Он так может быть И получше О планшете Модель у нас Значит Какая-то Здесь RX3 Версия Андроид 7.1.2 Последнее обновление Системы 5.5 мая Пытался обновить Недавно Но он Не пускает Обновление Видимо Последнее обновление Версия Ядра Прошивка Сборка Серийный номер Процессор 1.6 Память 2000 В общем Говоря Вот такой Вот у нас Что вам еще Показать Сброс на Заводские Установки Кнопка На рулевом Колесе Я уже показывал Как настраиваться Вам нужно Нажать Кнопку Войти в такой Режим Нажать На любую Кнопку Которую Вы хотите И присвоить Я к примеру Сейчас Нажму еще раз Кнопочку Сейчас я нажимаю Видите У меня выкидывает Вот такую Менюшку Здесь можно Сделать Нажатие кнопки Кратковременное Нажатие кнопки А можно Длительное Нажатие кнопки То есть Те же кнопки Можно запрограммировать Повторно На другие функции Я пока Настроил Те Которые мне Нужны Достаточно Громкость Переключение Каналов И выключение Звука То есть У меня этого Пока достаточно Если у вас На руле Где-то больше Кнопок Я думаю У вас будет Больше возможностей Параметры расширения Не помню Что здесь Задержка Включения Камера заднего вида Включена Здесь Разметка В общем Я здесь Немножечко Так Полазил Сейчас сразу Полный обзор Не сделал Это Сами поройтесь Безопасное вождение Здесь Галочку Можно поставить Чтобы при вождении Вы не могли Видео посмотреть Спец Возможности Есть какие-то Касперский Поставил Здесь Размер Шифта Изображение В общем Контрастность Всякие 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 Дата Понятно Восстановление Сброс Не знаю Еще не пользовался Язык Google Это мы сейчас Куда здесь Тоже Заходим Здесь Всякие Тоже В принципе Тот же Android Что показывает Там Безопасность С каких Источников Подгружать Приложения С каких Нет Пользователи Память Хранилище Выбираем Здесь Хранилище Куда мы будем Хранить У меня Две флешки Подключены Еще Одна Усб И еще Можно Две Усб Подключить То есть Предостаточно Приложения Которые Я поставил Все Которые Были Которые Я поставил Магритофон Блютус Блютус Я скажу Не сильно Навороченный Сильно Большой Не нужен Достаточно В принципе Для того Чтобы В автомобиле Пользоваться Музы Музы Смотреть От скорости От скорости Подключения Магритофон Магритофон Хороший Звук Достаточно Играет Все Это Настраивается Эквалайзером Как вам Нужно Звучание Как вы Любите Поэтому Здесь Я Не вижу Ничего Вот вам Магритофон Ставьте Покупайте Если Любите Громкую Северную Советую Рекомендую Выписать Вам Внешний Микрофон Еще Кстати Говоря Можно На этот Магритофон Установить Отдельно Выписать Я тоже Скину Ссылочку Датчики Давления В машине В шинах То есть Ух ты Найти бы Еще Сейчас Я вам Найду Где-то Я Находил Датчик Давления В шинах То есть Вы можете Ехать И Видеть Контролировать Специевозможности Так Смотрим Что у нас Синтезатор Речи Коррекция Цветов Безопасного Ждения Нет Не то Смешивание Здесь Тоже GPS Всякие Настройки Здесь Параметры Расширения Разметка Заднего Вида Звук Придвижения Задним Ходом Камера Зеркала Переворачивает Картинку Кнопки Эквалайзер Заводские Где же я Находил Боже мой Лазил Лазил По меню А Ну тут Я вам Про эквалайзер Говорил Вот Это Настройка Звука Вот у меня Здесь Выбран Режим Рог Можно Пользовательский Выбрать Поп То есть Уже Готовые Настройки Классика Ну Вот это Вот Режим Вы поняли Как Куда больше Звук На какие На какие Динамики И куда Больше Попрючать Звук По середине Или на передний Водитель Даже удобно Можно быстро Нажать Водитель Пассажир Там Задним Чтобы было Получше По умолчанию То есть Очень удобно Раз раз зашел Зашел И справил То есть Хотел Быстро Покасать И где И где Икс Да уже Даже Забыл По сто раз Лазишь В это Меню И не всегда Залезешь Куда нужно Ну ладно В общем Интересный Магитофончик Я довольный Еще раз говорю Выписывайте Ставьте Смотрите Можно Выписать Шестую Модельку Можно Выписать 7.1 Андроид Сейчас Уже По-моему Пошел 8 8.0 Кажется Навигация Со всеми Этими Примочками В общем Что Еще по нему Рассказать Что я успел Натыкать За это время Устанавливается Он просто Там Ничего сложного Кнопочек Кнопочек Вполне Достаточно То есть Основные Все работают Поднятие Телефона СД Не знаю Что Выключается Он очень Быстро Нажали Выключили Магитофон То есть Это Кратковременно Зову Включаем Выключаем Но Чуть Удерживаете Он Выключается То есть Магитофон Выключается Магитофон Включается Выключается Быстро Все Слушаем Радио Кстати Про радио В шестом По-моему Или в какой-то Версии Я вот Смотрел Здесь Можно Записать Шесть Двенадцать Восемнадцать Восемнадцать Программ Которые Вы часто Пользуетесь В памяти FM Вот можно Восемнадцать Записать Ну Будет опять же Режим Стерео Моно Антенки Переключаем То есть Восемнадцать Каналов В памяти Что не очень Что неплохо То есть Не надо Там Каждый раз Там Поисковичком Сканировать Какой-то Программ Ее можно Записываться Просто Легко Просто Удерживаете До пик Все Вы записали На нужную Вам Кнопочку То есть Потом Уже Просто При Прослушивании Вы Выбираете Какой Канал Вам Нужно Тем Каналом Пользуйтесь Также Вверху Можно Открыть Такое Окошко Посмотреть Что у нас Тут Тоже Яркость Здесь Тоже Всяких Много Настроечек Тоже Яркости Квана Здесь Обзор Очистить Все Убрали Я Джаперес Вывел На Угол Барприза Туда Чтобы Не Став Под Пластмасс Прятать Чтобы Лучше Был Качественный Сигнал В принципе Мэтапанчик Классный Что нам Еще Показать Что Еще Не Не Показал Интересного Музыку Показывали Навикатор Ну DVD Радио Мы Открывали Что Мы Еще Этот Клопочку Я Не Знаю Что Еще Не Добрался До Этой Функции Обозреватель То Мы Заходим Видим Все Наши Кстати Прикольно Хорошо Грузит Видео Я Заходил Вот Тут У меня Папочка Видео Трек 3 гигабайта Вот Я Ставлю Его Только Сейчас Всегда Продолжить Продолжить Воспроизведение Не Просматривайте Видео Во время Движения Вот Правильно Это Мне Как бы Предупреждение Он Сделал Ну Я Его Надо Отключить Не пойму Почему Он Написал Не Просматривайте Видео Во Время Движения Почему Он Мне Так Сделал Настройки Экран Где У нас Безопасность Безопасность Систем Там То То Так Вот Это Вот Это Я Безопасность Вождения Просмотр Видео Во Время Движения Скорее Семь Вот Это Меня И Не Пускает На Просмотр Видоса Получается Когда Я Сижу Машина Не Едет Я Как Он Понимает Что Мы Едем Вот Поэтому Он Не Включает Мне Видео Вот Чем Была Причинка Теперь Видео Обзор Я думаю Сейчас Включится И Должно Все У нас Пойти Ну Посмотрим Почему Не Идет Опа На Выключим Сыроват Он Еще Так Я Образ Скажу Вам Ребята Сыроват Он Еще Видео Давайте Еще Раз Открываем Все Пошло Видимо Все Так Кнопочку Я Надо Было Включить Перезагрузка Устройства Это Мы Были В Крыму Ходили На Петре Пешочком Есть Трек Тропа Классно Поднимаетесь Прогулка По Такому Шикарному Лесу Легкие Прокачаете Забудете Что такое Кашель Насморк Если Пешком По Такому Лесу Подняться На Петре Сразу Рассчитайте Прогулку На Весь День Места Классные Здоровские Воды Воду С собой Берите С водой Вам Там Будет Туговато Мы Сели Наверху Людей Когда Поднялись Воды Не Рассчитали Был Родничок По пути Но Мы Его Быстро Выпили Поэтому Так Скинул ссылочку На ролик Посмотрите Кто Любитель Крыма Походить Погулять По Крыму Места Ялта Красивые Места Советую Пройтись Отдых Незабываемо Впечатлений Море Ну Я Немножко Отвлекся Давайте все таки Перейдем На магнитофончик Выходим Домой Все Разобрались Значит Количество У нас Сейчас И Ютуб У нас Тоже Блокировался Во время Вождения Стопудово Сейчас Попробуем Зайти Что Нибудь Какой Нибудь Видосик Открыть Ну Посмотрим Еще Разок Все Правильно У нас Блокировался Во время Вождения Не показывала Видеокартинку Все это Было Сделано Специально Вот мой Обзорчик Как раз Я Установочку Вам снимал Магнитофончика В общем Говоря Не надо Кипишевать Раньше Времени Да Кипишевать Раньше Времени Не надо Поэтому Надо Очень Внимательно Потыкать В него Настроиться Магнитофон Классный Против того Что здесь Стояло Магнитолка То это Идеально В общем Советую Рекомендую Ребят Все Наверное Буду Заканчивать Потому что Что здесь Долго Уколо Ходить Все остальное Натыкаете Сами Поклацаете Несложный Магнитофон То есть Все легко Все просто Нет многих Таких Крутых Прибамбасов Там Чем И какие Вот Сим Чтобы Раздавать Wi-Fi Но это Может и Ни к чему Достаточно И так Скажем Вот Например Попробуем Голосовым Поиском Открываем Яндекс Навигатор То есть Уже у нас Подключен Wi-Fi Мы Принимаем Сейчас У нас Определит Где мы Находимся Вот У нас Находим Голосовым Поиском Например Нажимаем Город Краснодар Улица Коммунаров 20 То есть Он нам Нашел Ищет Отлят На уху Отсказал Адрес Нажимаем Поехали Все Вот Предлагает Маршрут Нажимаем Поехали Красота Ну Яндекс Кто не Пользовался И кто Пользовался Все знают Что это Показывает Сразу Трансляция Началась Трансляция Вот Кстати Началась Трансляция Мы Ушли С маршрута Выключаем Нажимаем Ютуб Где у нас Трансляция Просмотреть Трансляция Давайте Мы откроем Трансляцию Это Ян Ларос Смотрю его ролики Интересно Ролики Снимает Про Крым Вот Что-то У него Смотрю Что-то У других Смотрю Вот Он Уже У нас Тут Накосил Бабосов Красавчик Ну правда Парень Трудится Снимает Фильмы Очень Грамотно Объясняет Я думаю Что у него еще Все впереди И Если успеваю Смотрю его ролики Прямая трансляция Привет ему В общем Ладно Выхожу я Сегодня Не получится Его посмотреть Ну в общем Все ребят Заканчиваю Этот видос В принципе Я думаю Что вам Рассказал По магнитофончику Все что там Хотел Куда залазил Уже не знаю Какие еще вам Настройки Здесь лазить Включать Настройки Вот я не помню Сейчас вот этот А ну вот это вот Смотрите Вот 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 Сейчас вспомнил Если мы заходим И находим Вот это вот У нас функция Здесь еще была Настройки Вот они вот Сейчас вспомнил Я вспомнил Где это наконец-то Информация То есть мы можем Посмотреть Сколько принимаем Спутников Гляньте Шикарно Шикарно Сколько спутников Принимает То есть мы принимаем Блин Не пи Не написано Где То есть мы даже Видим Где мы находимся Календарь Калькулятор Голосовой Поиск Загрузки Карты Кнопки Кнопки На руле А вот Кнопки На руле Сразу заходим Здесь настраиваем Есть даже Горячая Выведенная Навигация Здесь Я не знаю Чья навигация Эквалайзер Погода Выхода Это мы Можем Здесь Сразу Зайти Выходы Какие-то Посмотреть Что-то Не сработало Но у нас Что у нас Еще здесь Есть Чего-то Настройка Камеры Вот это Видимо Настройка Передней Камеры Вот это Настройка Задней Камеры Это Скорее всего Для видеорегистратора Или просто Едите И смотрите Например Да Да Это получается Вот так Вот у нас То есть Можно там Видео входов Можно там ИТВ Какой-то Приемник Подключить Ну У меня его Как бы Нету А вот Кстати Искал Не нашел Вот Открываем Подключаем Специальный Блочок Он там Стоит Не помню Около Четырех По-моему Тысяч Ставятся Датчики На Колеса И вы Видите Значит Здесь у себя Там Температура Максимальное Давление Изменение Температуры Сигнал Когда у вас Там Колесо Спускать Начало Вам Придет Сообщение Видимо На экран Выведется Может быть Удобно Для тех Кто путешествует Там Или Не так Часто Заглядывает На подкачку Колес Подсказка Будет То есть Здесь Интересная Системка То есть Здесь Можно Посмотреть Так что Положение Здесь Какие-то Машины Откуда Что Куда Тоже Интересно Положите Но опять же Эта функция Работает При Докупке Нового Дополнительного Блока К этому Телефон Еще Есть Для Диагностики Контроль Автомобиля Я даже Удалил Зачем Она Диагностировать Если Машинка Работает Нагружать Лишний Аппарат Не нужно Фигней Ну В общем Говоря Все Ребят Обзорчик Закончил Познакомил Вас С этим Устройством Надеюсь Оно Будет У меня Служить Долго Значит 13 тысяч С маленьким Хвостиком Рублей Плюс Камера За Около Тысячи Рублей И Плюс Сама Установка Бесплатная Сами ставите Обзор Я дал Что-то Будет Непонятно Ребят Пишите Я Помогу Расскажу Что в моих силах Что знаю Что умею Не профессионал В этом деле Сам Тоже взял Поставил Читал Смотрел Обзоры Рекомендую Хорошенький Достойный Магнитофон В замену Штатной Магнитоли Всего хорошего